С 1 февраля стартанул конкурс. Конкурс-розыгрыш. В розыгрыше у нас участвует алмазка. Полное заполнение. 1 февраля начался, 6 марта заканчивается. Условие быть подписанным на мой канал и внизу под видео поделился. И ссылку на соцсеть, где вы поделились. Желаем вам победить и начать творить красоту. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. С вами Александр. Сегодня утром завтракал, пил кофе, смотрел, как всегда, своего любимого блогера. Сам Вэлла Адамяна. Как он готовил торт-пирог. В данный момент этим он и занимается. Но немножко у него не получилось. И мне стало очень обидно. Это же мой любимый блогер в данный момент. А я, можно сказать, ученик. Учусь у него. И вот я решил пойти по его стопам и приготовить по его рецепту тот же самый торт. И посмотреть, превзойдет ли ученик своего учителя. Ну, для этого нам необходимо приготовить тесто. Что в него входит? 200 грамм масла. Пачечку мы туда перекладываем. Масло должно быть мягкое. Полстакана сахара. И тщательно растираем, перемешиваем сахар с маслом. Еще раз хочу сказать. Масло, как указывает сам Вэлл, должно быть мягким. Там, кстати, посмотрите, как он его всю ночь на батарее топил. Очень интересный момент. А потом с пола его собирал. Может быть, поэтому и не получился у него тортик. Так, готово у нас. Теперь необходимо взять 4 яйца, которые я уже помыл. В отличие от сам Вэлла, яйца я мою. Муку просеиваю, а зубы чищу. Тот, кто смотрит сам Вэлла, тот понял. Итак, отделяем желтки от белков. Желтки у нас сюда пойдут, а белки для безе. Они еще нам пригодятся. Процесс нехитрый. Если даже желток у нас порвется, ничего страшного, нам же все равно их разминать. Какое крупное яйцо у нас получилось. Итак, мы отделили желтки от белков. Как я говорю, белки нам еще пригодятся. Продолжаем растирать. Яички у нас деревенские, поэтому желтки такие насыщенные, имеют яркий цвет. Теперь необходимо пол чайной ложечки соды взять. И погасить уксусом. Уксус у меня ядочный. И тоже добавляем. И снова перемешиваем. Красота какая получается. Ну и в заключении, естественно, для каждого теста нам необходима мука. По данному рецепту необходим, нужно нам два с половиной стакана муки. Я напоминаю, что я ее просеиваю. Я, конечно, понимаю, что на заводе кто-то там на фабрике сидит и мешками просеивает, как говорит Самуэл. Но лучше все-таки и самому просеять. Тесто пышнее получится. И еще нам надо полстаканчика. Видите, Самуэл меня уже опережает. Он делает начинку. Он все делает быстрее. Но он же все-таки снимался в мастер-шефе. Мы-то там не снимались. Опыта у него побольше. Но в отличие от него, я надеюсь, что у меня пирог получится. Итак. И вот теперь все это надо замешать и превратить в тесто. И тут я солидарен с Самуэлом, что лучше это делать руками. Почувствуешь тесто. Ну и замешиваем руками. Посмотрите, что у нас получается. Я бы туда еще ванилина добавил. Очень люблю ванилин во всех печеностях. Ну, я так думаю, не то, что думаю, считаю, что тесто у нас готово. теперь оно у нас немножко полежит, а мы сделаем начинку для нашего пирога тире торта. тире торта. Ну, а для начинки нам необходим апельсин, который мы кипятком обдали, согласно рецептуре. Два стакана клюквы, полстакана сахара, грецкий орех и изюм. Ну, сначала мы цедру с помощью терочки натрем. Кстати, вы же обратили внимание на мой головной убор? Это подарок на Новый год из Казани. Казань, привет! Сам Вэл делал немножко не так. Он целиком разрезал, а я хочу цедру сделать отдельно. Ну, в общем, никаких изменений. Цедра там будет. Может, не в таком количестве. А кипятком мы обдали для того, чтобы не горчило. Но, опять, это не мое мнение. Так сказано. Итак, я думал, что цедры у нас достаточно. Много тоже не надо. Сразу помещаем в блендер. А теперь мы очистим апельсин от кожицы и долечки уже поместим в блендер. Разобрал по долечкам апельсин. Проверим, нет ли там косточек. Все-таки неприятно будет, если в начинке кому-то попадется косточка. Но сам Вэл меня уже опережает намного. Он уже безе взбивает. Догоним и перегоним. Помещаем все это в стакан. И сейчас блендером мы немножко это все завьем. Чуть-чуть пошумлю. Добавляем. Держать надо стакан крепко, иначе разлетится. И так же вторую часть. Это у нас начинка красивая получается. А клюква у нас из Карелии. Крупная карельская клюква. Карелия, привет! Привет! Ну и высыпаем сахар. Он же тоже взбиться должен. Практически начинка готова. Но так было у Самвела. И у него торт тире пирог потек. А потек он из-за начинки. жидкая оказалась начинка. И чтобы у нас такого с вами не получилось, я сюда добавлю крахмала. Ну мне кажется достаточно пару ложечек чайных. чтобы наша начинка немножко загустела и не растеклась. Ну отлично. А сейчас мы будем взбивать белки. они должны обязательно быть холодными. Те самые четыре белка холодных белка взбиваем медленно. А потом убыстряем. Посмотрите как у нас белки взбились. А теперь добавим стакан сахара сахарного песка и щепотку соли. и будем взбивать. Ну я думаю бизе наше готово. Достаточно уже густое. И сейчас мы с вами проведем эксперимент как проделал сам Адамян. Вкусно там? Итак переворачиваем. Не падает. значит получилось. Отставляем в сторону и нам теперь необходимо сделать два коржа из нашего теста. Делим пополам и делаем первый корж. Хорошенько разминаем по всей поверхности. корж я не хочу делать толстым. Чтобы хорошо пропеклось и не получилось как у Самвела. Тщательно к бортикам прижимаем. Итак корж готов первый. Теперь раскладываем начинку. сильно много начинки я не буду. Все-таки это же пирог а не торт. тем более не такой толстый у нас получается. Один слой есть. Теперь нам необходимо сделать второй корж. Я взял бумагу чтобы сделать второй корж обвел и теперь буду делать второй корж. Также тщательно разминаю и растягиваю тесто до краев. Раскатал я тесто по краям немножко обрежу чтобы было ровно ровный круг. Ну и там где не хватает мы немножко добавим. Получился довольно-таки ровный круг у меня но прежде я в нашу начинку добавлю изюма чтобы немножко он изюм сдерживал второй слой. равномерно рассыпаем будет у нас такая начинка. Я думаю достаточно. А сейчас самый интересный момент второй корж будем в наш пирог. Ну и ставим. Я надеюсь получится. А то что не получится то поправим. аккуратненько отделяем от пергамента ну все практически идеально лег посмотрите как у нас замечательно получилось и опять же на верхний слой нашу клюковку с апельсином добавляем но не слишком усердствуем чтобы не получилось жидковато но экономить мы не будем мы же делаем для себя так изюмчика добавили и сверху еще клюковки вот такая красивая начинка у нас получилась ну и сверху нашим замечательным безе все это украшаем но это будет еще не все обязательно должна же сверху заключение быть какая-то вишенка в нашем случае вишенкой будут грецкие орехи а их надо или порезать или растолочь и сверху посыпать уж чего-чего орехов жалеть не надо они еще никому вреда не наносили а только одна польза от них ну вот наш торт пирог готов осталось теперь духовку на 40 минут на 180 градусов поставить и через 40 минут мы с вами встретимся посмотрим что у нас получилось я надеюсь все у нас получится прошло 40 минут и вот наш тортик готов подрумянился пизе хорошее получилось ну а теперь мы его достанем и во влоге покажем как будем пробовать а этот тортик я дел для своей любимой а не как сам вел для друзей и любимая будет его пробовать да оно не такое что вот можно пальчиком съесть конечно это же безе спасибо любимой пока пока подписываемся мы с вами еще встретимся а с вами была Светлана тоже субтитры субтитры